Добрый вечер. Я продолжаю экскурсию по мировому кинематографу современному. Сегодня так получается, что режиссер, о котором я хочу рассказать, это самый молодой персонаж из всего изобилия предыдущих моих лекций. Ван Бин, или Вань Бин, или Ван Бин. Режиссер китайский, родился он 17 ноября 1967 года, и моложе у меня никого не было. Родился он в центральном районе Китая, городе, который называется Шинси или Сиань. То есть ни к морю, ни к Корее, ни к Монголии, ни к Тибету, ни к чему отношения не имеет. В самой глубине Китая. Самый такой глубинный Китай. И неожиданно, то есть снимать он вообще стал в конце 90-х годов, в 99-м году. И на сегодняшний момент вот этот молодой довольно режиссер является одним из важнейших документалистов современных действующих и уж точно совершенно самым главным документалистом Китая современного. Надо сказать, что в Китае он неизвестен, конечно, потому что, несмотря на то, что в конце 90-х годов китайская цензура ослабила как минимум репрессивные инструменты, и те китайские режиссеры, которые работают в каком-то авторском и в том числе критическом ключе по отношению к тому авторитарному или тоталитарному коммунистическому режиму, который очень много десятилетий правит Китаем. Но репрессии сейчас происходят точечно. То есть, естественно, в прокат подобных режиссеров фильма не выходит. Ну, то есть, под прокатом я имею в виду и VOD-сети, и телевизор, и все на свете. То есть, в Китае режиссер Ван Бин неизвестен, при этом является важнейшим документалистом современного Китая. Он не единственный документалист, это режиссер пятого поколения. Сейчас уже действует шестое поколение. Поколение смартфонов, оно работает быстро, на цензуру не ориентируется, никакой прокат в Китае не предполагает. Все это сразу, если и примируется на каких-то мировых фестивалях, выкладывается в сети, как-то по своим сетям. И поверьте, благодаря этому китайскому миллиарду зрителей у вот этих молоденьких ребят шестого поколения очень много. Тем не менее, даже для них, которые смотрят кино своих сверстников и говорят с ними на одном языке, Ван Бин не очень известен. Да, надо сказать, что Ван его фамилия, то есть вот эта вывернутость азиатских имен фамилий, когда Ким Кидук — это Кидук в фамилии Ким, и Ван Бин — это Бин по фамилии Ван. Значит, только японские имена у нас как-то принято выворачивать в нормальное состояние, поэтому Такеши Китана — это Такеши по фамилии Китана. Тем не менее, Ван Бин — это Бинь Ван. Так вот, этот Бинь Ван, значит, начал снимать только в конце 99-го года. И несмотря на то, что это не какой-то продвинутый интеллектуал с точки зрения теоретического обоснования того, что он делает, это наиболее тонкий и глубокий философ-документалист на сегодняшний день, дающий огромное количество материала для интерпретации. Он учился в Пекинском университете на отделении фотографии, то есть между фотографией и операторским искусством себя как-то образовывал. И сейчас его можно описывать как режиссера. Часть своих фильмов он снимает сам как оператор, а я объясню сейчас о методе, которым он работает. И можно его еще считать видеохудожником, потому что часть своих фильмов он презентует параллельно с фестивальной какой-то судьбой в галереях. Во всяком случае, во французских галереях. И с первого фильма он имеет очень крепкую, поскольку он альтернативный тому режиму политическому, который он существует, и его взгляд альтернативный, авторский, он имеет активную поддержку французов, голландцев, то есть того, что называется свободная Европа. И, соответственно, проникновение в Европу у него происходит благодаря вот этой вот крепкой, надежной французской и голландской поддержке. Что важно сказать? В принципе, Ван Бинь дал возможность англоксаксонскому киноведению, критике формулировать свое творчество в рамках концепции, которая у меня в названии лекции. обозначено медленное кино, slow film, медленный фильм. То есть это официальный существующий термин. Во Франции, естественно, такого понятия нет, этот термин неизвестен. Но вот англосаксонское кино выработало такое понятие. И это имеет отношение, естественно, к творчеству и к авторской эстетике этого режиссера. И я уже рассказывал про Жан Руша, и возникновение во второй половине 40-х годов так называемой визуальной антропологии. Маргарет Митт, Жан Руш, ее создатели. Сейчас, кстати, вышла у Ильи Утехина, известного такого автора нашего, книжечка по визуальной антропологии отдельная. Очень, ну, в принципе, первая на русском языке книжечка по визуальной антропологии. Очень рекомендую. Есть и в Циолковском, и там, в других магазинах. Рублей 900 стоит, правда. Ну вот. И визуальная антропология, как ни странно, тоже имеет к эстетике Ван Биня. Я сейчас немножко опишу эту эстетику. Это будет такое общее введение. А потом, как обычно, пробегусь по фильмам, потому что рыться в биографии Ван Биня не представляется никакой возможности. Не существует никакой биографии Ван Биня ни в каком виде, ни на каких ресурсах, включая Википедию, там, АМДБ. Поэтому стоит поговорить о нем в общем сначала, без всякой биографической канвы. У меня есть своя вполне себе авторская концепция его эстетики, которая только косвенно задевает то, что называется визуальной антропологией и то, что называется слоу-фильм. Если вы помните, если кто-то был на моей лекции про Пьера Павла Пазолини, я там упоминал, мог бы не упоминать известный факт, что Пазолини играет в эпизоде де Камерона у себя никого-нибудь, сам Пазолини играет, сам автор, сам режиссер играет никого-нибудь, а Джотто. Джотто – это такой базовый художник раннего итальянского возрождения. И, естественно, выбор Пазолини себя как исполнителя именно этого персонажа был не случайным. Так вот, основное наследие, которое, а его не так много, которое осталось от Джотто – это фрески. Фреска – такой удивительный метод. Это не жанр, это метод. И, тем не менее, этот метод предполагает какой-то жанровый вектор. Так вот, понятно, что, если говорить о живописи, это просто метод изображения натуральными красками на мокрой штукатурке. Помните Андрей Рублев, или, точнее говоря, фильм Андрея Тарковского «Страсти по Андрею»? Это его настоящее название, под которым он, собственно, был снят. Начинается с чистой стены, подготовленной для исполнения фрески, то есть с мокрой штукатурки. Стены свежеоштукатуренные для того, чтобы Рублев начал свою работу. Но, тем не менее, фреска, помимо метода, она вошла в литературоведение, в киноведение, как некий термин, дающий возможность сравнить творчество какого-нибудь автора, чтобы подчеркнуть некую плотность того, что он нам, как месседж, посылает. То есть есть простые, ясные месседжи, как афоризмы Лао Цзи, а есть очень плотные месседжи, которые в одну строчку выразить невозможно, а уж в кино вот это вот сгущение, то есть плотность визуализируется тоже активно и разными способами. Но вот один из способов такого сгущения то, что называется фреска. Когда говорят о фреске, ну, говорят, наверное, о том, что это одна из очень удобных форм выражения каких-то масштабных эпических замыслов. Ну, эпический замысел — это некий замысел, где череда драматических событий, изобильных, накладывается на исторический фон. И за счет этого в своей формуле как-то резонирует. Это то, что можно называть фреской в литературе и в кино. И, ну, как делается фреска? Ну, вот вся Библия, значит, разложена на фреске, предположим, да? Но ведь Библия — это очень плотный текст, 66 книг, там куча всяких сюжетов, там каждые три строчки можно разбить на некий сюжет, который можно визуализировать как один из сюжетов плотной фрески. Невозможно библейские сюжеты один за одним, а они накладываются, они друг друга прошивают, невозможно их выложить все. Поэтому каждый художник выбирает для себя какой-то набор соответствующий его представлениям, его религиозным особенностям, формам его персонального, там, экстаза религиозного и так далее. И осталось бесконечное количество вот этих комбинаций, этих библейских сюжетов. где то один святой выделяется, то другой персонаж Библии выделяется и так далее. Но по факту, если мы попытаемся представить, как это можно сделать в кино, а в кино это можно сделать следующим образом. если вы выбираете несколько сюжетов, ну или назовем их нарративами, которые между собой в какой-то единый гипернарратив складываются, то время, которое вы можете посвятить этому сюжету, будет отличаться от времени, которое вы посвятите каким-то склейкам, которые между собой этот сюжет собирают. то есть есть большие сюжеты, на которых мы можем помедитировать, они долго длятся, это может снято быть статичной камерой, может ничего не меняться принципиально в картинке, никакого движения камера не предполагает все это, это может быть с движением камеры. И между ними какие-то микросюжеты, которые дают переход. Вот если микросюжеты забыть, и останутся только эти большие сюжеты, вот эти большие сюжеты, это как бы те элементы фрески, которые потом попадут на полотно. И по факту, да, в кино они крупнее, чем склейки или промежуточные какие-то прослойки, поэтому они по-любому попали. Но я рассказываю не о том, как это монтируется, а о том, как формируется плотность этой фрески кинематографической. И вот эти вот большие сюжеты за счет того времени, а время в кино — это, ну, собственно, основной инструмент, за счет длительности, за счет принципиальности автора, который посвящает какому-то нарративу вот это вот время, они превращаются в некую формулу. То есть все вместе, весь фильм, авторский, особенно фильм, — это формула. Но у формулы, как вы знаете, есть части тоже. Там что-то в скобках, что-то ниже черты, что-то в корне там и так далее. Вот каждый из этих нарративов, он имеет свое место. И благодаря тому, что какие-то нарративы режиссер для себя осознанно или спонтанно, а надо сказать, что применительно к Ван Биню, это очень спонтанный режиссер. Я сейчас объясню, почему. Так вот, эти крупные нарративы, которым он посвящает огромное количество времени, эти нарративы формируют те сюжеты-фрески, которые, вот их несколько. Вот вы смотрите большую фреску Джотто, вроде бы она многофигурна всегда, но по факту вы можете выделить какие-то группы сюжетов. Вы понимаете, что в итоге каждая фреска Джотто, это пять, предположим, пять сюжетов. Вот так же построены фильмы Ван Биня. Они фрескообразны еще по своей длительности, потому что один из проектов его фильма предполагал длительность 70 часов, в итоге остался как 14 часов, просто из-за состояния здоровья режиссера в тот момент, когда он снимал. А так по факту, ну, это фильмы два с половиной, три, три с половиной, четыре, пять, шесть, девять часов. Это такие масштабные произведения. Это не потому, что режиссер ленив, или не потому, что он не умеет монтировать, не умеет отрезать лишнее. Нет, потому что он, как минимум, по моей авторской концепции, работает вот в этом жанре фрески. И эта фреска формируется на материале того, что называется медленный фильм, и на эстетике того, что называется визуальная антропология. Вот на пересечении понятий медленный фильм и визуальная антропология рождаются фрески Ван Биня. Теперь про интуитивность. Да, ну еще в качестве просто подтверждения. Вы знаете, что на фресках там эти библейские сюжеты, особенно апокалиптические какие-то сюжеты, да и не только, и райские сюжеты, они часто снабжены большим количеством каких-то обнаженных фигур. И обнаженных даже в таком вот первичном, бесстыдном каком-то ключе. Они как бы даже теряют пол на фреске. Вот так же бесстыдно часто обнажены герои. В буквальном смысле обнажены герои Ван Биня. У него очень часто появляются какие-то или коллективные сюжеты обнаженные или какие-то персональные. Вот это тоже как бы подтверждает мою идею, что такая фрескообразная эстетика. Теперь про спонтанность. Ван Биня очень чувственный режиссер. Если мы знаем последние лет семь самую популярную в России школу документального кино, которая является, там можно спорить, осмысленная эта популярность, имеет ли она под собой какие-то серьезные основания или нет, но это школа Марины Александровны Рожбешкиной. И тот простой метод, который она преподает, это метод, когда автор представляет из себя в одном лице. Так не всегда срабатывает, в том числе с учениками Рожбешкиной. Тем не менее, сама идея в том, что ты сам продюсер, сценарист, режиссер и оператор. Все в одном лице. И за счет того, что ты в одном лице, ты как иголочка тонкая, вы знаете, чем меньше площадь, тем сильнее давление. Ты как иголочка очень хорошо вдавливаешься в какой-то сюжет и можешь на этот сюжет нанизать целый фильм, потому что тебе легче сродниться, сблизиться, проникнуть внутрь своих героев или того пространства, где эти герои обитают. Вот, как ни странно, при том, что эстетика Рожбешкиной тут упомянута не случайно, Ван Бинь, он по-своему работает в этой эстетике. Ну, то есть, вообще, в фильмографии у него на сегодняшний день там 20 фильмов, включая несколько коротких метров, там заставку для Венецианского фестиваля юбилейную. В АМДБ, который является основным источником информации по кино, там все переврано, на самом деле, там гораздо больше его фильмов, но если присмотреться, вы увидите, что несколько фильмов два раза под разными именами проходят, то есть, полная путаница. Но по факту из этих 20, я оцениваю количество фильмов, отдельных сюжетов, которые снял Ван Бинь, в 20, из них оператором он работал у себя на фильмах только в 9 случаях. То есть, метод не всегда срабатывает. Но все первые фильмы, на которых он сделал себе вот эту авторскую репутацию, которая сразу привлекла огромное внимание профессиональной публике, понятно, что это режиссер не для зрителя, это режиссер метода. Так вот, этот метод частично работал. То есть, мы, помимо чувственности, к которой я сейчас перейду, Ван Бинь еще режиссер очень скромный. Мы никогда его в кадре не увидим. Он в кадр не лезет. Мы иногда видим его тень, мы иногда слышим его голос, потому что герои к нему обращаются, он нам отвечает, иногда требуется задать вопрос, чтобы чуть-чуть подтолкнуть героя, но в кадр он никогда не влезает. Так вот, когда мы видим эту тень в его лучших фильмах, мы видим, что это тень одного человека с очень маленькой камерой. Цифровая революция привела к тому, что эта иголочка режиссерская, авторская, она может быть еще тоньше. И камера очень маленькая, и он все это снимает. И, естественно, видно, как от первых фильмов до нынешних качество оптики даже в его маленьких камерах улучшается. Почему он, собственно, может показывать некоторые свои фильмы в галереях, потому что качество цифрового изображения предполагает проникновение зрителя в это изображение буквально, чтобы уровень и глубина цифровки уже достигла определенного совершенства. Так вот, это очень скромный режиссер, но возвращаясь к чувственности, в чем же его чувственность? Чувственность его очень видна в одном из его фильмов, который называется «Горькие деньги», например. «Bitter Money». У каждого из его фильмов есть очень всегда сложное китайское название из двух загадочных слогов, поэтому я не буду вам морочить голову этими слогами, хотя некоторые помню очень хорошо название. У них у всех есть, поскольку он широко концертируется своими фильмами по миру, как минимум по Европе, у него есть у каждого фильма какое-то название. Причем, если этот фильм как фильм выходил на фестивалях, он имеет одно название, если этот фильм был представлен в галерее как визуальное произведение другого порядка, то у него другое название. Так, какой-нибудь фильм «Три сестры» в другом исполнении называется «Одни». Но это один и тот же фильм. А МДБ этого не понимает, поэтому у них все это разные фильмы. Их не смущает, что это один и тот же сюжет почему-то. В любом случае, чувственность его очень видна в фильме «Горькие деньги». Когда вы, если вы эту чувственность как зритель не почуете, то вы не сможете следовать за нарративом. Вам будет казаться, что режиссер сумасшедший, что его, в общем, то, что называется в русском языке, колбасит, потому что он начинает какой-то плотный нарратив, и мы начинаем в него проникать. И вдруг случайный какой-то персонаж в кадр входит, мимо проходящий, и так увлекается режиссер, начинает с ним бежать, и вдруг мы понимаем, что главный сюжет был этот зашедший случайно в кадр персонаж. Вот в этом проявляется чувственность, режиссерская, авторская чувственность в Анбине, вы потом понимаете, насколько все это складывается, насколько он обнаженной кожей воспринимает тот материал, который он снимает, и совершенно четко становится понятно, что, конечно, он выбирает тему и место, где он хочет работать, где он хочет снимать, но сценария никакого не существует. Потом монтажная концепция нам дает возможность увидеть всю общую формулу этой фрески в каждом конкретном случае. Но по факту эта фреска рождается спонтанно. Спонтанный, чувственный в Анбине, режиссер без кожи, мгновенно реагирует на все, что происходит в кадре, и реагирует чувственно, почти не включает свое рацио, а рацио включается потом, когда фильм складывается уже вот в эту фреску. Что еще важно сказать? Ну, визуальная антропология. Визуальная антропология родилась как этнографический антропологический метод, который предполагал, что там Жан Руш или Маргарет Митт снимают свои фильмы в неких, живущих в каком-то своем времени, взаимодействующем, конечно, с современностью, но тем не менее в своем времени загадочных племенах, прежде всего африканских, и эти племена демонстрируют свои ритуалы, обряды, и если эти обряды как-то разрушаются современным временем, где современное время их меняет, меняет их смысл, добавляет какие-то элементы, которые там 300 лет назад вообще в этом обряде не присутствовали, а сейчас они являются необходимым элементом, то здесь антропология этнографическая переходит в антропологию социологическую, и метод как бы работает. Дальше мы его раскладываем на составляющие, можем это анализировать, систематизировать, и получается научное исследование. Так вот, научное исследование, как ни странно, имеет отношение и к Ван Биню. Он тоже визуальный антрополог, потому что он, ну, на уровне социологии, чем занимается современный, современный, не традиционный, назовем то, что придумал Жан Руш, как традиционную визуальную антропологию, а то, чем занимается современный визуальный антрополог, это укладывается в формулу фиксация людей, потому что антропология это всегда имеет главным своим персонажем антропост человека фиксация людей в их повседневных занятиях если мы имеем ввиду ван биня как режиссера который фиксирует повседневные занятия людей а он именно этим и занимается то он без сомнения визуальный антрополог но я говорю его эстетика авторская эстетика медленного фильма она именно на пересечении с визуальной антропологии рождает авторскую формулу фрески фрески и как формы и как формы который несет некий плотный жанр так вот ван бинь визуальный антрополог помимо этого он такой своеобразный марксист потому что как вы помните социализм который в китае сдох конце концов 90-х годов поскольку метод стал недействие а соцреализм на уровне кино он разных типов бывает он бывает такой заиндививший схематический тупой а бывают очень мобильный поэтический манипулятивный пропагандистский там зигавертов например да в динамике его творчество так вот поскольку социализм китайского разлива концу 90-х умирает становится ну что умирает конечно продолжают писать все по лекалам но не работает воздействие на умы не происходит мир изменился то и хватка цензуры как минимум с точки зрения репрессии в области литературы кино живописи она ослабевает поскольку китайцы пытаются таким образом нащупать нет некий метод метод так и не был нащупан но это ослабление хватки цензуры привело к рождению и в кинематографе и в литературе совершенно новых жанров через новые темы новой темой и в кино и в литературе конечно стала тема маоизма его абсолютно обжигающих уничтожающих последствий мемуаров на эту тему и ван биня по своему в этой области можно обозначить как такого китайского солженицына не то что он боролся как-то осознанно системой бодался теленок с дубом нет но как минимум тот материал который его интересует значительной степени построен на мемуарах эпохи маоизма эпохи разных периодов потому что как вы понимаете это была одна из самых опасных и самое уничтожительное с точки зрения количества жизней буквально в соотношении с общим количеством населения доктрина идеологическая 20 века так называемый гипер нарратив 21 из главный гипер нарратив 20 мека вместе со сталинизмом коммунизмом там троцкизмом нацизмом и так далее фрейдизм ну все на разных уровнях и тем не менее марксизмом значит иван бинь вот здесь в такой по-своему солженица но при этом и марксист потому что один из элементов социализма это обращение к новому герою новые герои на момент совершения революции будь то октябрьская социалистическая революция или переворот и будь то коммунистическая революция в китае она приводит к возникновению этого нового героя даже если новый герой не рождается как минимум фокусу на кого-то кого назначают этим новым героями таким новым героем был во всех коммунистических доктринах назначен пролетарий пролетарий не как персонаж а как символический персонаж и не как персонаж личность а как масса как проекция на массу 20 век это век когда гипер нарратив обращается к новому герою в виде массы то есть новый герой не атомизирован а именно слеплен в какую-то такую пластилиновую субстанцию биомассу так вот если смотреть с точки зрения марксизма герой ван биня в большинстве его случаев это или пролетарий или еще даже ниже уровнем такой низовой первичный китаец и и вот мы здесь с вами ходим по улицам и проходим в сторону некрасовской библиотеки и проходим прямо в соседний дом буквально гостиницу денисовский дворик и там ресторан хеппин и все время какие-то китайцы выходят со своими термосиками и автобусы садятся их много и мужчины женщины молодые пожилые но в принципе вот запомнить кого-то кого вы видели очень сложно даже на генетическом уровне наш глаз то бишь наш мозг не предполагает жесткую дифференциацию и систематизацию тех азиатских лиц которые мы видели мы как бы столетиями тысячелетиями настроили свой мозг на распознавание лица вы знаете в мозгу есть определенная зона который распознает руки лица выражение лиц того и мгновенно реагирует поэтому восприятие живописи таким определенным образом в памяти происходит и поэтому вот жанр портреты или руки на портрете это как-то значимо как формула для глаза и для мозга который анализирует то что видит глаз вы можете об этом почитать на русский язык переведена книга нобелевского лауреата эрих кандаля австрийского происхождения ну еврея австрийского происхождения который бежал от нацизма оказался в америке и вот занимался исследовать исследованием памяти на основе механизмов памяти улиток получил за это нобелевскую премию и написал несколько книг одна из них презентует всю его методику с улитками а другая презентует очень хорошая книга посвященная его любимой живописи эпохи финде секоль конца века то есть этот такой аналог серебряного века в австрии климт кокушка и другие все значит известные персонажи этого периода и он на основе их живописи рассказывает как работает механизм зрения и те зоны мозга которые воспринимают вот эти фрагменты живописи привязаны к лицам и к рукам очень интересный так вот мы генетически наша раса путается в азиатских расах то что называется да я их всех путаю всегда я не люблю это китайское кино они там все на одно лицо и действительно мы путаемся кто куда пошел и тот ли уже говорит или другой естественно китайцы сами воспринимают совершенно по-другому их мимическая картина их разделение на такие человеческие породы внутри раз и совершенно по-другому воспринимать вот если от этого отстраниться надо понять что наша расовая ориентация предполагает вот это заложенный механизм внутреннего отстранения от чужого вот от азиатского и в частности от китайского поэтому это китайского человека мы как бы не видим мы проходим мимо и там какие-то китайцы как некое облако потом но если только что-то экстраординарное не случило кого-то трамвай переехал там или кто-то громко закричал или там еще что-то мы не запомним лица так вот глаз ван бине совершенно другой композиции его в основном многофигурные во всяком случае в фреска понимаете да она чаще многофигурная конечно там если мы поедем ферапонтов монастырь мы увидим что поскольку на столбах очень узкая пространство дионисий там располагает всего одного персонажа и мы знаем этого персонажа до новых несколько вариаций то есть фреска она тоже гибко приспосабливается под свои возможности также и ван бин у него есть многофигурные композиции с большим количеством низового китайского человека которого мы не идентифицируем а есть совершенно штучные работы моно работы где у него всего один герой больше в кадр никто не 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 попадает но может быть тень или дыхание иногда дыхание там слышно ван бине это тоже как бы создает атмосферу фильма это тоже важный элемент ван бине очень редко использует подсветку он не использует никакие звуковые фильтры он все записывает во время видеозаписи поэтому присутствие его дыхание создает тот необходимый элемент чувственности интимности который складывается как один из элементов его эстетики то есть это такая дышащая фреска если дионисий ферапонтов монастыре это достигает светом и набора красителей то есть колором то у ван бине больше возможностей в этом плане хотя некоторые возможности он свои ограничивает вот как минимум возможности по подсветке у него всегда в реальном времени если он снимает в помещении естественное освещение на улице естественное освещение если темнеет это важный элемент эстетики важный элемент драматургии фильма понимаете и метафорические конструкции можно выстраивать в каждом фильме вот стемнело у ван бине стемнело потому что он не мог старушку остановить говорить она в кадре говорит сидит три с половиной часа или эта концепция да конечно концепцию мог остановить искать завтра приду не вопросов то же самое расскажешь старушка рада как бы она раз к нет он это снимает одним куском это что у него темнеет в кадре это такая сумерки памяти мы видим ей уже за 80 и как бы сумерки памяти визуализируется вот в этом потемнении в кадре ну и так далее я не буду каждый раз эту интерпретацию предлагать по каждому фильму тем не менее поверьте что метод ван бине для непросвещенного глаза кажется примитивным просто примитивным пришел стал с камерой стоит а потом кто-то прошел побежал за ним то есть как бы да но на самом деле это метод очень тонкий чувственный это режиссер без кожи из моих героев последних лекций таких было всего-то парочка да значит я перечислил несколько элементов важных эстетики ван бине вот эта чувственность вот эта скромность вот эта интимность вот это вот д технологичность когда он усекает свои возможности по специальному освещению по фильтрации звука и так далее так далее так далее теперь что же представляет из себя этот кинематограф эти 20 произведений значит как я сказал первый фильм ну вообще поймите до 67 года рождения режиссера начинает снимать в девяносто девятом году то есть до этого работает как фотограф и явно имеет глаз который что-то замечает но как фотограф он особо неизвестен как минимум неизвестен в европе в девяносто девятом году он снимая начинает снимать свой первый фильм то есть это не молодой человек это уже такой на уровне опыта умудренный по-своему человек и опытный профессионал фотографа оператор на девяносто девятом году он снимает фильм который снимается несколько лет и который становится первым фильмом ван бине выходит он 2002 году и помечен финал 2002 года идет он 9 часов то есть в оригинале он разбит на 4 серии по там плюс-минус два часа по-китайски этот фильм называется тысячи в английской французской транскрипциях он известен как тисе район тисе или просто тисе к западу от железной дороги ну то есть в принципе по-своему это такое разжевывание потому что тысячи это просто название район 2 иероглифа а переводятся они на русский язык как к западу от железной дороги поэтому масло масляное ты сервер тысячу и район тысячу и да еще к западу железной дороги от типичная такая как как европейский мозг может вот эту формулу иероглиф же эта формула как он может эту формулу представить ему ее надо разложить на составляющие то есть он должен что-то чтобы понять европейский мозг разложить а разложить в русском языке синоним и убить ну в общем короче говоря тысячи 4 серии я не буду опять же обозначать привязку этого района я не настолько хорошо знаю географию китая но я понимаю что это не юг китая и что это не пустыня гоби что это вот центр северо-восток китая где этот район то есть это такой исконный промышленный район в 30-е годы когда китай находился под владычеством японской милитарной империи японцы построили там большие металлургические заводы которые делали самолеты вертолеты то есть полный цикл от выплавки металла до производства расцвет этих заводов ну вы знаете во времена культурной революции ма уже это было же еще тот шоумен его гениальные идеи значит до сих пор бодоражит воображение если так их перебрать вот как карточки в библиотеке одна из идей было в металлургическом производстве перегнать весь мир и они в какой-то момент там концу 60-х начало 70-х годов обошли весь мир по производству там чугуна и чугун этот он производился и буквально в чушках бросался бросался то что он в таком количестве китаю был не нужен с ним нечего было делать есть знаменитые документальные кадры как все работает пыхтит этот чугун вот отливают и кусками бросают живет какие-то или там был период отстрела воробьев когда они боролись с уничтожателями полей рисовых кто эти уничтожатели воробьи все воробьи отстреливались и гроздь этих воробьев привязанные на веревке демонстрировались активно они перебили воробьев всех стране и саранча и гусеницы сожрали весь рис просто начался голод в буквальном смысле как раз конца конца шестидесятых годов ну в общем одна из гениальных идей привела к тому что расцвет этого района шэньчжэня вокруг города шэньчжэнь привел к тому что эти металлургические предприятия достигли своего пика там на них работала по в китайском масштабе даже много там по 15 по 20 по 30 тысяч рабочих и там несколько таких предприятий в одном районе группировались такой был мощный промышленный район и вся концепция идеологическая пролетариата как двигателя коммунизма воинствующего передового класса она поддерживала вот эту вот такую промышленную интенсификацию конца 60-х 70-х но уже в девяносто пятом году все эти заводы пришли в полное захерение поскольку упор экономический упор на тяжелую промышленность на производство станков для производства военной техники отошел на второй план стал неактуален легкая промышленность обрабатывающая промышленность стали доминировать и все эти заводы пришли в запустении соответственно передовой класс в прямо в процессе истории передовой класс которым были наполнены цеха этого завода превратился в ничто превратились в несчастных низкооплачиваемых убогих низовых китайских рабочих вот именно этому периоду полного захерения этих предприятий потихонечку они в фильме буквально исчезают физически просто исчезают за девять часов вы видите как вот это вот его формула приводит к исчезновению буквально гигантских предприятий которые были так сказать эмблемой пролетарской и коммунистической революции и будущего китая ничего не осталось будущее китая физически созданная как интенсивное пролетарское производство испарилась понимаете идеология превратилась визуально превратилась в дым то есть как бы хорошо не относился если взять ван биня как марксист ван бинь к пролетариату вот вот эта значимость историческая значимость пролетариата превратилась в ничто в труху и превратила массу как героя в ничтожную субстанцию один на один с историей и вот собственно это и фиксирует в своем фильме тысячуай ван бинь причем ну как вы понимаете на русском языке нет ничего про ван биня есть один приличный один буквально один даже интервью нет один приличный текст написанный моим хорошим товарищем андреем васильченко отборщиком такого важного в россии кинофестиваля pacific meridian тихоокеанский меридиан во владивостоке где показываются фильмы всех стран тихоокеанского бассейна включая россию и китай и поэтому он естественно владеет языками и он китаист и вот этот текст который есть в журнале искусств кино но он лет пять или шесть назад написан если вам интересно почитайте это очень хороший текст где он в отличие от меня у него совершенно другая концепция он привязывает концепцию творчества ван биня не к его эстетике его больше интересует не эстетика больше интересует видение истории он хорошо там обильно значит очень аккуратно цитаты важных людей там от бени именно до до разных французских мыслителей применяя это очень хороший текст и там шесть фильмов ван бени он на основе это короткий текст на основе своей концепции анализирует так вот на один на один с истории это термин андрея васильченко очень хороший то один на один с истории пролетариат который был массой который был эмблемой даже если он был один там стахановец на герои и все такое гордость профессии то он вдруг остается вот вот один на один с историей знаете это как у лицедеи в театре лицедеи был этот же самый сюжет только на другом материале на материале нашей постсоветской действительности у него там есть у полунина пародия на показ мод то есть такое претапарте слава зайцев предположим поскольку это маленький короткометражный фильм конца восьмидесятых годов там такие модели в немыслимых боярских каких-то головных уборах гротесковых они так идут по прямой расходятся перед камерой одна влево другая вправо одна лево другая вправо и потом они все расходятся там такая старая бабка оказывается с ушами в платке такая с двумя оськами никому не нужная и она в ужасе не знаю куда бежать вот такой персонаж вот точно так же пролетариат в китайском его измерения остался один на один истории это отличная визуализация той идеи который себя посвящает фильме тысячуай ван бинь но конечно у него это плотнее с точки зрения тех философских концепций которые из этого можно извлечь и так фильм идет 9 часов разбит на главке одна называется ржавчина другая называется остатки и так далее значит финале те заводы на которых все это происходит просто исчезают то есть сначала оттуда вывозится какие-то последние полезные элементы а потом просто это все сносит испаряется и в сам фильм начинается в такой медитации длинный план едущего поезда потом оказывается уже где-то в третьей серии что машинист этого поезда его сыновья собственно одни из главных героев этого фильма но первые две серии мы этого не видим этот медленный поезд идет зимний зимний пейзаж туман то есть призрачное такое предприятие такой ежик в тумане в снегу и этот длинный такой принципиальный план замороженности заторможенности потом все построено на контрасте он снимает вот этих уже ничтожных с точки зрения отношения истории к ним персонажей сдавший свои позиции благодаря изменения идеологической концепции или ее оскудению этой идеологической концепции пролетариат чем занимаются эти рабочие маленькие тесные грязные мрачные темные комнатки где они отдыхают между металлургическими действиями дерутся часто там драки ну людям чем-то надо заняться плюс мало денег они там друг у друга одалживают конфликтуют они играют маджонг играют в карты кто-то в шахматы разговаривают иногда вдруг кто-то включается и прямо на камеру начинает что-то горячо рассказывать ван биню и даже иногда он какие-то там реплики мы слышим за кадром далеко не все даже по тексту там важно понимать то есть те люди которые делали титры неплохо в этом разбирались и оставили французские английские русские титры а вы можете найти десяток фильмов ван бине важнейшие все его фильмы и в русском интернете с качественным переводом на русский язык оттитрованным так вот не все даже надо переводить некоторые разговоры понятны по той телесной игре которая там происходит и по контрасту этим маленьким а клаустрофобическим помещением и общей литаргии движущегося поезда который потом будет вывозить и этих рабочих и это предприятие гигантские немыслимого размера заброшены эти цеха где еще в каких-то фрагментах идет какая-то деятельность там и гальванический цех представлены и цех по выплавке свинца и так далее и все это очень естественно вредные предприятия и с точки зрения того как убивается как систематически убивается десятилетиями здоровья этого класса гегемона пролетариата все это тоже фиксируется и видно они там много бросают реплик говорящих о том сколько они получают как в динамике изменилась эта зарплата что у них происходит здоровье со здоровьем как они относятся к начальству как они относятся к здоровью как начальство относится к здоровью как и живут их семьи как они питаются все вот эти мельчайшие нюансы которые мы привязываем к визуальной антропологии они складываются вот в эту глобальную фреску где высвечиваются какие-то периодические герои которыми увлекается ван бинь автор и которые становятся собственно вот важными такими смысловыми кусками общей фрески общей формулы которую он устраивает картина была показана то есть она начинала с каких-то маленьких документальных фестивалей а потом дошла до роттердама то есть он прозвучал на уровне вообще все картины ван биня это обычно 5 крупнейших фестивалей то есть прежде всего это венеция на первом месте по количеству показанных фильмов ван биньи там самый у него вообще зовут 20 эти фильмы 27 призов разной крупности так вот самый его крупный приз то есть он вовсе не не взлетел до на волне своего очень тонкого кинематографа главный приз всего лишь там не самый значимый венеции там 5 или 6 по значимости главный приз в параллельной программе горизонты более такой концептуальный чем к конкурс вот главный приз горизонтах это высшая награда не за не за этот фильм высшая награда ван биня а в основном это венеция на первом месте на втором роттердам канна и лака это вот ну и в берлине у него была одна из последних картин который я расскажу позже так вот вот в этом пятиугольники он где-то все время крутится и ну естественно по более локальным фестивалям тоже ездит ретроспектив пока его никогда не делали ну и понимаете такой большой формат когда 9 часов там есть парочка троечка режиссеров которые и подлиннее делают фильмы даже да и на филиппинах мы такого режиссера хорошо знаем и и тем не менее это не во все фестивали вписывается просто по своим габарит и так вот он снимает этот фильм снимает с 99 года презентуют 2002 году и сразу сразу становится понятно что появился режиссер который во первых оригинально работает с этим жанром фрески во вторых уникальный визуальный антрополог в третьих совершенно уникальный закрытый абсолютно регион мертвую территорию территорию от которой мы психологически отстраняемся даже когда видим их вот китай нам открывает и помимо этого альта альтернативный взгляд на китай то есть не подцензурный то есть он какой-то андеграундный китай глубинный первичный китай вскрывает дико интересно и все и ван биня есть имя и следующий фильм он вдруг спустя уже пять лет пять лет пять лет тишины поездки по фестивалям с одним фильмом девятичасовым продумывание концепции или поиск этой концепции о он приводит его к следующему фильму в 2007 году это трех с половиной часовой фильм называется он фини или китайский мемуар китайские воспоминания эстетика совершенно принципиально другая фильме всего три плана за три с половиной часа 33 разных плана основной план который занимает девяносто процентов фильма это камера статиста статичная камера стоящая напротив кресла которым сидит в своей квартире пожилая женщина и освещение как я уже говорил я говорил про этот фильм меняется по ходу дела являясь составной концепции общего замысла составной частью общей концепции общего замысла и и она говорит в камеру она говорит в камеру ванби ничего ее не переспрашивают мы слышим только его дыхание и она рассказывает о периоде 30 лет своей жизни 30 лет назад который начинается в момент когда она где-то в провинции юнань поступает в маленьком городке в удивительно для китайской девушки в университет на отделение иностранных языков что с первого раза бывает очень редко в китае где уровень образования на тот момент был просто это были какие-то ей было 17 лет то есть это начало 50-х годов значит 55-м помада нет 51 51 году она поступает в университет но труба революции как-то ее мобилизует она бросает университет и отдает себя вся на потребу революции начинает поскольку как вы понимаете девушка поступивший в университет кривко в гигантской крестьянской стране это интеллигенция она начинает работать в газете знакомиться там со своим мужем и очень много лет 8 лет они работают в этой газете он становится один из ведущих обозреватель этой газеты они рождают двух детей и в 57 году все меняется если вы не знаете значит человек по имени мао дзи дун который правил правил китаем и которым очень увлекались европейские интеллектуалы в 60 и 70 и даже в 80-е годы все еще и до сих пор многие из них находятся живые под влиянием гаши ских и маои ских идей если внимательно вчитываться в их текст и так вот этот самый милый мао дзи дун он человек был очень тщеславный и аналог своему правлению много десятилетнему он нашел очень далеко в китайской истории в истории поднебесной он нашел в императоре объединившим китай на уровне второго века до нашей эры цинь шихуана и он с этим цинь шихуана всячески себя сравниваем и в начале 57 года цитируя своего любимого императора он провозгласил доктрину пусть расцветают прямо в прямую цитируя слова этого императора цинь шихуана доктрину пусть расцветают сто цветов пусть соперничают или там тысячи цветов вам 100 цветов не помню пусть соперничают 100 школ это прямая цитата из цинь шихуана а я не знаю углублялся ли мао дзи дун в историю этой цитаты а мы знаем о ней 2 томасы мацань до главного источника по древней китайской истории 6 6 томного так вот сына царь приводит эту цитату которая явно вычитана там мао дзи ду нам но я не знаю прочитал ли он чик как бы образовывал себя или мифологически известно какое у него было образование как он его быстро переплывал желтую реку и так далее не знаю насколько и соответствует и не знаю насколько он углубился в сэма циан но вся история была в том что у цинь шихуна был советник лисы который в какой-то момент провозгласия ну подкинув ему вот эту концепцию с которой император согласился довел страну империю до то того что мы называем страшных репрессий огромного количества человеческих жертв то есть выдвинутая эта концепция говорила о том что надо открывать много школ в том числе религиозных в том числе частных которые будут преподавать всякие разные науки по ходу того как эти школы возникли у них росла популярность их идеи стали проникать в массу вдруг выяснилось что эти идеи расходятся с идеи цинь шихуана и естественно этот лисы должен был начать репрессии все эти школы уничтожались особенно конфуцианские школы на тот момент в общем это вылилось в гекатомб то есть в массовое жертвоприношение императора своих подданных знал ли об этом а у дзюдуна или нет но вся история повторилась один в один он провозгласил этот тезис в начале 57 года это концепция называлась бай хуа юндун такое китайское название и уже к июлю ему пришлось эту концепцию признать недееспособным то есть кого он призывал говоря про цветы интеллигенцию он призывал интеллигенцию не стесняться критиковать центральное китайское правительство из себя дорогого мао дзюдуна как казалось всем окружающим интеллигенция вполне себе поверила в это началась активная критика в том числе в прессе очень быстро стало понятно центральной власти в том числе во главе с мао дзюдуном что это все не годится начали все это сворачивать и сворачивание впоследствии привело к тому что мы знаем под понятием культурная революция то есть самый кровавый период репрессий майских 69 по 76 год где-то к 76 году культурная революция рассосалась которая привела к появлению хунвейбинов до хуну и бин кто такие были хуну и бин и были школьники и студенты которым было позволено все то есть позволено вплоть до того что в семи в девятом году на шесть месяцев были закрыты все университеты и школы такой вот каникулы и в этот период хунвейбины то есть школьники и студенты могли делать с интеллигенции все что они хотели естественно они хотели все что они хотели привело это к массовому гикотомбу к массовой к массовым жертвоприношениям и если мы говорим что там в русской истории иван грозный самый кровавый в древнюю средневековой русской истории диктатор но анализ этом скрытников анализируя синодики понимает что тех кого уничтожил иван грозный это масштабное количество людей на ну с точки зрения соотношения с населением москвы и россии на тот момент но это четыре с половиной тысячи человек синодиках зафиксированы имена четырех с половиной тысяч человек которые религиозный иван грозный просил как свой грех поминать то там если мы знаем что сталинские репрессии там это где-то полтора миллиона человек плюс-минус на основе документальных свидетельств сохраненных да то если мы говорим о китае с его миллиардом то это миллионы понимаете если не десятки миллионов точной статистики нет то есть вот просто в прямую зафиксированные по всяким разным свидетельствам репрессии против интеллигенции в начальный период 69 71 год во время культурной революции в китае это порядка там 600 тысяч интеллигентов причем надо понимать что кроме хунвы и бинов была организация пролетариев который могла делать все дзео фани она называлась которые могли тоже делать все что они хотят с интеллигенции они были жесткие более жесткие там самые знаменитые эти сцены когда интеллигенцию одевали колпаки на них такие длинные они должны были ходить или на четвереньках или ходить и лаять как собаки или согнувшись ходить в ужасных позах или что-то отвратительное есть то есть такое тоже было муссолини знаете они заставляли во время муссолини пить касторку да или я их доводили критикой собраниями с критикой когда собирается там до 200 человек и одного человека песочат кричат эмоционально китайский язык очень такой как гвозди вдалбливается и доводили людей прямо на этих собраниях которые могли длиться по 12 часов до самоубийства когда человек выбрасывался из окна или прыгал в горячий источник и сварился значит в живую вот вся эта суета кровавая вот она да ну еще один из самых знаменитых элементов культурной революции это дадзибао так называемая это поскольку ну страна была не очень грамотная делались такие огромные стен газеты где для всех очень крупными иероглифами писались какие-то очень простые такие примитивные тезисы причем очень сиюминутный вот это дадзибао и в них заворачивали тоже профессоров с всякими проклятиями и гоняли там по территории университетов или по городу вот таким издевательством поскольку это было представительство интеллигенции подверглась фен-мини со своим мужем причем муж искренне воспользовался тезисом доктрины бэйхуа юндунь с критикой центрального правительства потом когда доктрина была свернута он понял что надо успокоиться успокоился но было уже поздно критика его за эту критику центрального правительства привела к тому что его и жену сослали в трудовые лагеря трудовой лагерь в китайском формате несмотря на такое красивое название трудовой лагерь на севере а север кита это вовсе не наш север как бы там вечной мерзлоты нету это не лабет наги в якутском в якутской республике где сидел олег сенцов ныне свободный и тем не менее это аналог того понятия которое мы знаем как концентрационный лагерь вот были созданы в пустыне гоби прежде все пустыня понимаете да это не пустота были созданы вот эти трудовые лагеря и в один из них был направлен муж и она в другой у нее был более мягкий режим то так вот она в три с половиной часа подробно рассказывает всю эту историю я не буду ее повторять посмотрите фильм это потрясающий человеческий документ он эмоциональный при том что к тому моменту когда познакомился ван бинь с ней она уже написала книгу своих мемуаров потому что вот конец девяностых ослабление цензуры привел к тому что вот этот мемуар человеческий он вдруг пошел вверх и в виде литературы в виде устного свидетельства и виде вот в том числе фильма ван бинь а потом не только ван бинь и она сидит подробно это рассказывает как она была лишена детей как она не могла их кормить как с ними осталась бабушка как она себя чувствовал трудовом лагере какая была работа как не относились что она ела очень подробно как они воровали еду потом она рассказывает о том как она пыталась помогать мужу несмотря на то же как мы как менялось отношение к этим правом это назывались правы и вот тех кто то что у нас называлось правые троцкисты в период культурной революции они назывались проклятыми правами и как относились к правом как в центральных городах вот ее мучили на уровне вот этих собраний в той газете в которой она отработала к тому моменту 7 лет то есть все были ее друзья и товарищи как где-то в отдаленных деревнях или городках не относились более по-человечески то есть проговаривая все доктрины к ней уничижительно относился только какой начальник лагеря а все остальные работники этого лагеря были более теплыми сколько платили как это меня ну то есть очень подробно все и доходит это все до рассказа о том как она как ее сдвинули в какой-то лагерь который был уже очень близок к мужу которого она не видела 6 лет и как она они переписывались как она рассказала как цензура изуродовал их письма что письма мужа менялись что она уже там ничего человеческого не видел только механическое перечисление того что там происходило потому что он не мог под цензурой все это писать и рассказ о том как она поехала к нему в лагерь и приехала к нему в начале января где-то 7 января подробно подробно рассказывает и ей сказали что сейчас организуем встречу как она была в этом лагере и как и сообщили что муж ее умер 13 декабря то есть она с ним чуть-чуть разминулась оторвав еду так никогда его не увидев после того как его сослали очень драматическая история и в принципе ну подумайте сами пожилая женщина в кресле сидит говорит по-китайски довольно занудно нечего смотреть скучно понимаете чисто с зрительской концепции это очень скучно но поверьте мне если вы даже первые пять минут ее мемуаров при хорошем понимании английских французских или русских титров услышите не то что на что-то такое экстремальное рассказывает про культурную революцию нет рассказывает просто свою историю и вы втянетесь потому что вот этот принципиальный метод принципиально и радикально отличный от того что он делал фильме тысячи метод ван бине он приводит к должному эффекту вы вдруг проникаете в это пространство и видя вот эту микро историю микро человеческую историю одной семьи одной женщины вы вдруг включаете по желанию режиссера потому что в этом его как фрески концепции это тоже фреска потому что не все фильмы одного святого он размещает или одного героя не будем называть святым или группу героев все равно что такое фреска формула заставляет ваше воображение работать и вся та картина весь тот масштаб картины который должен создаться визуальностью которую режиссер выстраивает она создается там вот здесь и будь это многофигурная композиция или одна пожилая женщина говорит это работает в случае в адбине это работает даже если вы толстокожие не готовы это воспринимать это работает удивительный метод поверьте мне даже если вы устали и вы включите этот фильм и она начнет бубнить вот эту историю и вы проникните в эту историю и поверьте мне благодаря искусству ван биня в значительной степени вот это был второй его фильм 2007 года он в итоге был показан на каннском фестивале но не в итоге один из первых его фестивалей был каннский и ван бинь уже стал такой ну каннский фестиваль вы понимаете это как бы высшая точка кинематографа и если вы фиксируете себя вы имеете смысл для всего мира то есть если до этого локарна или в артердаме или там где-то вы представляли значимость такую условно всемирно то каннский фестиваль не шутит и теперь ван бинь становится очень важным и серьезным всемирным документалистом сразу естественно начинается порчень иван биня сразу его зовут год давай иди сюда чего покажем и он участвует в альманахии который тоже был показан на каннском фестивале в очень хорошей компании там значит по моему шесть режиссеров называется состояние мира тоже прям в том же году в 2007 году и у него в компании и шанталя кирман замечательная фламандская режиссерша и на тот момент очень модный португа и сейчас тоже очень мы у меня будет о нем лекции очень модный португальский режиссер педро кошта и на тот момент еще восходящая звезда но еще далеко не дошедшая до золотой пальмы ветви а потом он дошел до этой ветви печатпонг верит осекол то есть тайский так сказать молодой режиссер на тот момент в этой компании он они делают такой альманах и естественно сегмент ван биня называется как всегда у него там какая-то такая жестокая фабрика то как то так это расшифровывается тяжело его найти этот фильм везде где вы его можете скачать он будет в битом состоянии и поэтому это превращается весь фильм в какой-то видео арт такой абстрактный поэтому что там у ван биня можно догадаться но в конце концов анализировать эту эстетику вы 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 не сможете значит дальше иду по фильмам потому что они все очень разные 2007 год потом он снимает очень концептуальный фильм который длится 14 часов а в оригинале должен был длиться он называется сырая нефть если тупо переводить с китайского сырая нефть концепция была в том что он снимает на неком предприятии рабочих которые огромное количество сил тратят на умирающем предприятии по добыче нефти там какое-то иссыхающие получают за это копейки и его исследование оно было уложено в концепцию он снимает 7 дней каждый день по 10 часов но он снимать не смог на четвертый день он почувствовал поскольку это в горном районе одна из сложностей работы этих персонажей его героев в том что это высокогорной местности он почувствовал какую-то высокого какие-то проявления высокогорной болезни физически не смог присутствовать и вот такая осталась его команда которая до снимала этот фильм и концепция вся сжалась до 14 часов то есть это порядка восьми серий плюс минус там вот нам папа по час сорок восемь или где-то вот и это близко к эстетике там тоже такой контраст некое пространство горное контрастирующие с аустрофобии вот этой насосной станции и групповая такая история она резонирует она похожа на первый фильм то ситуации но интерес другой тот фильм про то как история остается на один на один с гегемоном который уже не гегемон а просто персонаж ничтожный несчастный который выживает буквально выживает борется за выживание то здесь вот этой вот динамики исчезновения предприятия нету здесь она она к тому моменту когда приезжает ван бень практически исчезла там какая-то тонкая струя нефти которую они значит пытаются откачать буквально высосать и получить за это какие-то копейки затяжки изматывающий животный труд это вторая картина значит ну таких больше длинных картин наш друг ван би не делал но все остальные этого три с половиной часа минимум дальше это 2008 года картина в 2009 году он снимает картину я пытаюсь просто с китайскими разбираться а картина называется она становится потом фрагментом некой видео инсталляции которая в европе будет презентоваться уже не в рамках фестиваля наверно самая короткая но у него есть еще пара короткометражек но самая его короткая картина 53 минуты называется она угольные деньги угольные деньги это такое его почти научное исследование дальнобойщиков которые возят уголь из одного места другой и зарабатывают на этом и он редкий для него фильм по эстетике он с ними ездит и пытается на каждом отрезке фильма там каждые 10 минут зафиксировать для себя сколько же стоит вот это вот продукт этот уголь который они везут где 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 вот ну то есть он по почти действует по марксистской формуле пытаясь понять природу прибавочной стоимости на конкретном материале ну естественно это визуальное кино это не не болтливое кино у нашего друга в анбине нету никогда голоса бога то есть закадровый текст у него иногда всплывает некий объясняющий титр вот там мы находимся здесь в таком-то году здесь было то то а вот в этом году здесь уже то то и вот мы за этим наблюдаем или там финальный титр и все никаких больше или там место написано мастерская по гальваники там металла или цех где выплавляют свинец или комната отдыха тех кто работает цеху где управляет свинец все больше никаких реферирующих титров у ван бине нет и вот дальше это 2009 год 2010 году он снимает два очень значимых фильма один из них вот один из моих любимых фильмов он называется человек без имени то есть если фильме это была женщина с именем и даже значимое имя но написал мемуары она под своим именем сидит и называет всех по именам своего мужа своих друзей то есть это абсолютно один один человек рассказывает один человек с лицом и с именем то фильм который называется человек без имени там анонимный герой мы не знаем как его зовут я не уверен что как его зовут знает ван бинь с человеком он познакомился на съемках единственного своего игрового фильма который привел его в конкурс это высшее достижение ван бине в конкурс венецианского фестиваля в 2010 году фильм называется канава канава или траншея можно перевести есть оригинал есть роман янь сын хуна или янь сын хуи по-другому китайского писателя который по-русски не издан вот он называется канава он делает экранизацию этого произведения про который я расскажу позже но он знакомится во время съемок в пустыне гоби где вы помните были эти лагеря с человеком которого не знает который живет в земле в пещере практически не разговаривает и он становится его героем он снимает документальный фильм чак без имени где он просто наблюдает повседневную уже такая визуальная антропологии повседневной жизни анонимного отшельника довольно страшный фильм с точки зрения того как выглядит этот отшельник он никогда не моется он ест что-то очень страшное какую-то лапшу смешанную бог знает чем как-то ее готовим в каком-то страшном бидоне грязном и он при этом выращивает кукурузное поле где-то в пустыне там слышны звуки автомобиля где-то какая-то трасса он почти не говорит он иногда что-то говорит даже не обязательно слушать иногда так иногда даже выпросить на интонации но вам минимум не отвечает и весь его труд это выйти утоптать почву ну понимаете пустыня как-то он ее утоптывает я не знаю с какой целью приносит откуда-то землю более плодородную чем то пространство плоская где он может высаживать кукурузу и растет эту кукурузу и во время фильма она там вырастает понятно что он не питается но у него при этом есть лапша явно на ее сам не делает где-то берет но тем не менее это отшельник он живет в какой-то норе пещере возможно это какие-то старые древние сооружения подземные оставшиеся глинобитные какие-то он иногда укрепляет стену глины там очень такая в гобби жидкая глина которая прямо из нее там строили еще в доисторические времена огромное количество зданий там очень много разруха разрушенных таких зданий глинобитных которые просто вода и вот эта глина их даже не формируют в кирпичи их даже не прокладывают там камышом или чем-то просто вот потихонечку эту глину наливают и они видите стоят тысячелетия буквально ну так вот он снимает этого героя удивительный фильм почти без слов вот там появляется тень ваньбиня когда мы понимаем что это всего лишь один человек с очень маленькой камер который молчит и и живет своим героем и снимает его пока у него сил у самого хватит вряд ли он может разделить стол с этим героем потому что когда вы увидите что есть этот герой вы поймете что ван бини с трудом мог в этом участвует не мог в этом участвовать то есть ему надо куда-то отойти там вот и этот фильм получился параллельно со съемками фильма экранизации и и анисин хуи канава или траншеи а сам этот фильм возник на похожих этот роман на документальной основе и он похож на воспоминания фильме воспоминания о периоде культурной революции и о северных трудовых лагерях то есть концлагерях и не просто концлагерях о том периоде 69 72 года когда там начался тотальный голод от которого умирали тысячи и сотни тысяч заключенных которые при этом интеллигенция китайская которые приехали перевоспитываться туда подробно рассказывает о случаях каннибализма поедание крыс и всяких методах сокрытия трупов с разной целью жили они в пустыне гоби то есть район где сбежать некуда ближайший город сотни километров в вырытых в глине вот траншеях которые сверху были накрыты досками ветками то есть это холодная траншея не там ставили печку это длинная траншея где узнаете китайская кровать это такой помост где-то сантиметров 70 высотой вот такая длинная вдоль всей траншеи кровати они на ней лежат все и ходят на работу все худеют умирают по очереди едят друг друга едят на кладбищах хоронятся где-то в пустыне обессилия и от анонимности хоронятся практически без ну представьте сотни тысяч людей хоронится представьте какого размера кладбище до хоронится без пометки кто где засыпаются чуть-чуть песочком и спустя 30 лет когда фенмини рассказывает как она туда прибывает они все эти скелеты торчат из песка это очень страшно выглядит даже как картинка и весь фильм построен на контрасте это такая как бы пьеса он не стал экранизировать все повороты сюжетные романа янь сень хуи он сделал из этого некую пьесу несколько драматургических диалогов в клаустрофобии вот этой вот голодные канавы там эпизод с поеданием крысы которые случайно как худая крыса попала в эту канаву и без край по контрасту бескрайние абсолютно пустыня как ну очень напоминает лунную поверхность и вот со съемок американцев которые туда приземлились бежать некуда то есть совершенно такой глубокий экзистенциальный фильм на основе мемуара на основе архива такой солженицыновский совершенно размах и визуальность при за призами венеции он не получает фильм очень сухой картинка очень документализированы все они вот кадеты вы знаете китайцы даже до сих пор во многих районах ходят в таком маоиском синим облачение мужчины и женщины штаны и такая тужурка и такая кепочка до сих пор еще ходят хотя китай конечно изменился благодаря как бы экономическим реформам дэн сяопина и тем не менее не получил никаких призов тем не менее очень рекомендую посмотреть сухой но очень выразительный фильм и сцена которая описывает фен мини у себя в мемуаре в визуальному мемуаре с которого делает фильм ван бин три года до этого она трансформирована но вошла туда потому что есть там главный эпизод где женщина приезжает к своему мужу который умер которого неизвестно где похоронили которую возможно отрезали ему икры и какие-то части тела чтобы съесть потому что есть нечего и не хотят сказать где он похоронен точно непонятно если понятно они не хотят увидеть в каком он состоянии поскольку это все очень интеллигентные люди парадокс вот и несмотря на то что там это отличается от мемуаров и не менее мы узнаем историю финале фильма написано что конечно весь фильм построен на документальном материале мы этот документальный материал узнаем дальше значит опять же какие-то люди вызовут давай давай ну интересуется его творчеством и с португальским режиссером же мирозалезом он делает фильм синергия диалог такой короткий метр синергия диалог между уже так и называется же мирозалезом и ван бинем это тоже 2009 2010 год потом 2010 он презентует вот этот фрагмент угольные деньги в альманахи из 9 авторов причем там одним из авторов сокуров там тоже хорошая тусовочка авторов называется если в грубом переводе использование или пользование мира тоже такая эколога социологическая эколога социологический альманах и потом очень важный фильм 2012 году который называется по-разному в у него есть два названия одно название китайская который переводится как три сестры другое название китайской году который переводится как одни но это один и тот же фильм только три сестры это кино версия три с половиной часа а вторая версия более короткая это видео художническая версия которую презентовал в париже в галерее сюжет очень простой но абсолютная фреска очередная документальная фреска а канава это тоже фреска вы это увидите плотности как бы очередная фреска ван биня но тема грандиозная по-своему три сестры 10 6 и 4 года в горах высокогорном районе в провинции юнань живут одни мать их давно бросил по каким-то причин экономически не не то что муж не не нравился экономические причины ее выбросили отец уехал работать в большой мегаполис приезжает редко то есть за ними присматривает тетка она приходит там раз в три дня но по факту они каждый день предоставлены сами себе там есть подробные визуально антропологические сцены как маленькая девочка десяти лет пытается рубить дрова вся эмоционально такая продуманная сцена один из методов ван бине это один из методов визуальной антропологии эффект чистого времени когда события фильме длится столько сколько она длится в реальном времени это не не от того что режиссер не имеет фантазии не от того что он поставил камеру и ушел забыл выключить не от того что он просто как бы не знает чего снимать и думает ну гляди что не случится нет от продуманной концепции режиссера это не жизнь врасплох но это cinema верите да это cinema верите то есть киноправда которую мы видим в реальном времени и вот один из ключевых эпизодов это эпизод вот это его трубки дров этой десятилетней сестрой их сложные отношения там очень сложная раскладка когда средняя сестра третирует младшую что они едят сколько у них в шее подробно как они выбирают этих в шей они как они шутят на эту тему как они коммуницируют другими детьми проходя через деревню детьми у которых есть родители как приезжает отец который нашел новую жену которые две своих повзрослее дочери они все вместе собираются пытаются как-то вместе найти контакты как это жена раздражается так вот все очень подробно если вы смотрите в покое без вот это вот ну что что это какие-то китайцы грязные что это опять же вот глубина проникновения этой формулы фрески она на вас очень-очень воздействует один из самых сильных фильмов ван биня хотя и и канава и человек без имени и фельминь это все очень сильные очень проникновенные очень большие фильмы это тоже венец и лакарно очень замеченный фильм от того так даже заметили что во им дебил два раза отмечен как разные фильмы значит из уважения видимо к вам биню они это сделали потом на 70 ну вы знаете самый старейший фестиваль в мире вообще все старейшие фестивали мира такие вот как которые существуют в том формате в котором задуманы они итальянцами придуманы так же как и вообще вся европейская концепция пришла откуда с этала греческого берега значит это фестиваль который никто нибудь нам подарил а муссолини именно он на курортном острове как селедка длинном лида построил фестивальный дворец тридцать восьмом году и там открылся венецианский фестиваль и вот к очередному юбилею ну формат этого юбилея там особый он не от 38 года отмеряется но это там по определенным причинам ну неважно значит к 70-летнему юбилею который праздновали 2013 году 71 крупнейший режиссер мира все живые обладатели золотого льва святого марка то есть главного приза венецианского фестиваля но там есть те которые не выжили там акира курасава там или там кто то но вот все живые и все актуальные самые популярные режиссер там кончаловский вот современные венеции они снимают маленький короткий метр презентуя как бы вот весь венецианский фестиваль как он есть иван бинь один из этих режиссер вы представьте человека там в 2002 году он только как режиссер впервые появился в 2013 году он входит в ариапак самых главных режиссеров мира вот в принципе при желании можно откопать пяток из этих фильмов они в одним куском не существует они в сети разбиты на раздроблены из них только штук 8 ну 58 где то есть если вы очень серьезно будете увлекаться вы найдете посмотрите что там сделал вам бить я помню к 60-летию каннского фестиваля альманах который сделал каннский фестиваль там тоже все живые обладатели золотой пальмы и ветви и все просто любимцы каннского фестиваля типа такеши кита на это это же кончаловский был это очень приятно манах для киноманов это чистые чистой воды удовольствия а при этом к 60-летию каннского стиля была сделана сумка где все имена этих юбилянтов были значит написаны на сумке она такая яркая они виновая такая гламурная латексная в общем все это зарифмовалась было очень приятно и в венеции это тоже с умом сделали но поскольку фестиваль постарше каннского значительно то 71 режиссер дорогого стоит значит и потом он снимает в тринадцатом же году все иван бинь вдруг ну с деньгами нет проблем с техникой нет проблем цензура вроде бы не трогает уже к десятому году точно это очень очень избрана лоуе который 2006 году дотронулся до сакральной темы которую нельзя освещать китайском кино не как даже андеграундным методом снимаю показывая в европе сразу цензурный запрет на выезд из китая лоуе снимает 2006 году по одной из такой тем фильм летний дворец это игровой фильм на основе событий восемь девятого года на площади тяньаньмэй на площади уничтожения огромного количества студентов которые восстали против тоталитарного коммунистического режима и были подавлены физически подавлены танками вот на основе этого сюжета он снимает игровой фильм и ему подвергается запрету лоуе я показывал здесь привозил его фильм это замечательный режиссер ну вот я перестала прокатывать и больше его не показывал последний фильм который здесь выходил любовь и шрамы или любовь и синяки такой жесткий и лгбт фильм очень интересный и все это был последний фильм лоуе который здесь можно было увидеть значит тем не менее очень рекомендую лоуе он снимает игровое кино преимущество так вот до сакральных таких тем как бы сам ван бинь не дотрагивался он не трогал события на площади тяньмэй но так получалось что его эстетика вот эта эстетика фрески эстетика медленного фильма она гораздо глубже копала какой-то там глубинный смысл вот того что в двадцатом веке благодаря этому мы не благодаря вопреки или от ужаса этого гипернарратива которым являлся маоизм коммунизм марксизм то что случилось с китаем то что случилось поднебесной империи как это рифмуется с самой истории поднебесной империи настоящей не коммунистической а всякой разным так вот и в 2013 году он снимает фильм который в европе известен как пока безумие не разлучит нас это очень страшный фильм это самый сумасшедший фильм ван биня длится он почти четыре часа абсолютно в одном пространстве снята абсолютно клаустрофобия снимает он мужском отделении сумасшедшего дома причем сумасшедший дом в коммунистическом китае это не только место в чистом виде экранизация книги мишеля фукона взирать и наказывать вообще это вот наиболее яркая экранизация этого произведения в китае в коммунистическом также как и в советском союзе это не только место отделения каких-то неформатных людей это не только место лечения в меньшей степени место лечения это место наказания то есть вот в этом вот клубке поскольку вот это помещение где он снимает даже нельзя назвать отделением это какой-то муравейник такой содержится все три вида душевно больных то есть душевно больных которые вовсе не больные которые являются условно говоря диссидентами потерявшими способность к коммуникации из-за репрессий которые здесь наказаны те как набатка от которых общество хочет как-то отграничить себя и тех которых пытаются худо-бедно лечить вот все они там и это чем мужское только отделение то есть это такая рифма с форма нам с полетом гнездом кукушки только документальная только в виде фрески только в виде фрески в эстетике босха и очень жесткая и там есть герои которыми он увлекается есть герои совершенно проникновенные вам будет больно смотреть на некоторые герои в динамике этого фильма как от уколов иголки вот довольно страшный фильм но опять же вот удивительно для режиссера который снял 20 длиннющих фильмов я так много фильмов вам рекомендую смотреть минимум 7 наверное рекомендую потому что ну такого больше никто не снимает такого экзистенциального в форме фрески проникновения в какие-то смыслы в том числе и в той концепции взаимоотношения человека и истории человека 11 с истории никто больше не делает при том что понимаете да если говорить про форму фрески в этой форме работают многие есть замечательные произведения и есть даже замечательные произведения которые по длительности рифмуются так из тех кого вы может быть знаю знаете работающих в не в жанре же к жанру она выводит но жанре у них разные вот форме фрески из таких самых знаменитых иногда плотных иногда не таких плотных более поверхностных но все равно с точки зрения структуры это фреска и плотности терренс малик пожалуйста или клод лансман клод лансман документалист и его шоа многочасовая история где свидетельство без хроники свидетельство о холокосте этому самое масштабное произведение о холокосте сделаны без единого кадра хроники в этом концепция да когда та же история что с фресками ван биня благодаря говори говорению реальных свидетелей холокоста у вас вот здесь возникает холокост вот вот он здесь то есть воображаемая работает ваша так так работает формула этой фрески и вообще фреска в этом плане она вот очень проникновенный значит пока безумие нас не разделят это тринадцатый год четырнадцатый год я все время нажимаю потому что эти китайские названия я не все их запоминаю и мне надо понять что это за фильм а замечательный фильм 2014 года можете его принципе не смотреть поскольку он это наверное это единственная при том что эта трагедия это комедия значит то есть это такой по-своему траги фарс ван биня документальный фильм тоже там огромной длительности трех через трех с половиной часовой отец и сыновья называется значит сюжет следующий два сына довольно таких взрослых оболтуса помолят 12 и 14 и отец отец приехал куда-то подзаработать живет в маленькой комнате какой-то сложной формы там же готовят еду и на одной кровати все они втроем спят поскольку так система образования устроена они учиться там не могут эти два болтуса они целый день лежат на кровати смотрят телевизор и одновременно общаются в смартфоне камера стоит статично в углу но не в углу у одной из стен и фиксируют и мы видим практически только одно и то же одно и то же лежащего то одного то двух на кровати парней который все время слушать телевизор мы не видим изображение телевизора мы слышим что там что-то пафосно идеологическое что-то историческое нарративное что-то мелодраматическое какие-то новости мы слышим по интонации даже не понимая китайский язык и это не переводится ни на каком языке в титры и парни все время значит пейм пейм приходят сообщения там они в вичате сидят и ну периодически он отматывает туалетную бумагу и уходит из кадра мы понимаем иначе что происходит как бы очень много туалетной бумаги отматывает причем когда он ест непонятно иногда приходит отец видно это тень отца то голос отца в основном отец говорит одно и то же но все пора спать и выключает телевизор и все выключается сразу свет и камера остается в темноте и мы видим что парень продолжает вичать и смсить постоянные там слышны эти звуки вот такая концепция понятно что это трагедия семьи опять же человек пролетарий гегемон остался один на один историй и буквально физически выживает вот но при этом вот все эти ироничные абертона добавляет этой фрески ну вы знаете бывает в подмосковье есть несколько церквей а сейчас не назову точно места где есть очень большие фрески на тему апокалипсиса или масляные фрески надеюсь и некоторые из них современные и вот на этих фресках апокалипсиса вы иногда дады на средневековых даже можете увидеть ироничные эпизоды вот они потом составили эстетику босха да там у него все об абсурд энтропия трансгрессия и бурлеск она на фресках средневековых они маленькими кусочками но встречаются какое-то смешное выражение лица или какая-то поза нам говорит о том что художник шутил несмотря на то что он делал фреску серьезно или даже фреску апокалипсис но в подмосковных церквях вы найдете фрески где присутствуют современные герои какие-то девушки легкого поведения там есть такие фрески я видел довольно большие там или какие-то хипстеры уже там нехорошие тоже как-то не себя неправильно ведут вот приблизительно такая фреска в случае отца и сыновей и сыновей получилось у ван биня такая фреска с прищуром ну эстетика очень принципиальная камера не сдвигается никогда план один звуковой фон один диалогов нет кроме выключаю телевизор все пора спать понимаете ну там не что-то как какие-то вещи обсуждают два брата которые спят в одежде и в ботинках прям иногда снимают кроссовки иногда нет прям в кроссовках под одеялом но в кроссовках вот ну там что-то не про деньги обсуждают там какие-то очень маленькие деньги они то вот потом значит 2016 году он снимает большой фильм совершенно отличающийся по его от его эстетики но тоже фреска по плотности и по драматургии которая очень сложно называется она называется именем народности которая живет на границе юга китая и бирмы или мьянмы как она называется эта народность их там 800 тысяч человек и они в истории очень страдали все время гоняли туда-сюда они очень замечательны своими костюмами национальными они фильмы в этих костюмах они в них постоянно ходят такие черные с очень красивыми как у павлинов переливающимися красками какими-то народность называется я даже специально записал значит танк по-китайски или по-китайски она танги а по-русски она известна как полаунг и у них у этой народности еще очень много всяких разных названий фильм занимает он снят четыре дня то есть четыре дня и три ночи вот четверо суток и все происходит то на территории мьянмы обычно с территории китая режиссер ван бин никуда свою камеру не перемещает китай это его хронотоп с которым он работает но тут вот чуть-чуть он на территории мьянмы благо граница открыта идут боевые действия какой-то военный конфликт 100 тысяч перемещенных лиц они бегут в китай ну там вы понимаете вопрос религии буддизм против мусульманство там что такое в китае тоже есть на севере этот уйгурский автономный округ мусульманский который подвергается постоянной репрессии но это другая часть китая это юг и он наблюдает вот там всего как вот во фреске фокусируется на трех нарративах они строят вот эти вот бегущие танги строят какое-то жилище и коммуницирует с пограничниками которые не очень хорошо с ними там не начинается с эпизода когда сидит женщина с маленькими детьми пограничник и и так резко бьет сзади ногой по печени она никак не реагирует на это он не даже что-то будет еще минуту там ты увижу она никак не реагирует интересный эпизод он сразу задает такую динамику вот вот эпизод как они строят жилье эпизод как они собирают сахарный тростник видимо пытаются заработать какие-то деньги там большой лагерь лагерь беженцев устроен в китае на территории завода по производству чая зеленого чая вот вот они пытаются там рядом подрабатывать собирая сахарный тростник очень интересной формы ножами каким-то уникальными ножами хирургическими такими вот и третий эпизод они слышат потом постоянно слышны из крупнокалиберного пулемета очереди и артиллерийский артиллерийская канонада она все приближается они очень драматично всей мужчины и женщины смотрят прислушивается когда начинает канонада приближаться они начинают двигаться куда-то дальше и находят какую-то лачугу который становится всей формулой этого бегства потому что она вся такая не приспособлена для жизни заброшен они начинают как-то не имея веников или пальмовыми ветвями и вычищать там потихонечку вдруг как какая-то такая консерватная капля жизни заводится и камера все время отъезжает так потихонечку ван бинь отходит и при этом темнеет вы же знаете он снимает по естественным всегда освещение и изменение естественно освещение это элемент его эстетики там есть эпизод где они сидят у костра и какие-то травят байки и говорят по телефону и мы родственники которые не сбежали еще докладывают что происходит и это тоже отдельная драматургия каждый телефонный этот разговор по большому смартфону модному значит у них там несколько этих смартфонов на большую массу людей и вот финале камера отъезжает и мы видим как в темноте в беспросветности в ненадежности в небытие возникает быть ее какая-то жизнь такая очень очень красиво тоже такой довольно короткие два с половиной часа такой фрескообразный опус вот был представлен в берлине я помню я смолодушничал и не пошел на этот фильм из-за того что он идет два часа сорок минут я хотел что-то другое 22 посмотреть что-то другое 2 но я посмотрел естественно радостно этот фильм в общем поскольку деньгами теперь обеспечен на любые свои проекты и техникой он снимает по два по три фильма в год вот прямо с этого фильма начинается следующий сразу фильм идет в 2016 году при всей масштабности метода очень быстро работает очень быстро работает поскольку метод у него видимо как скальпель как инструмент хирурга отточен быстрота работы интуитивность значит следующий фильм что за фильм что за фильм так а и вот и 2017 год просто дикий совершенно фильм это самый страшный фильм вместе с пока безумие нас не разлучат это просто какой-то хоррор называется госпожа фан или фань это снятый в одной комнате фильм который аналог которому при том что он почти без слов главной героини опять же такой монофильм он монофильм не потому что всего один герой в кадре как человек без имени или фильм мимо китайский мемуар нет главный герой 1 вокруг многофигурная композиция они все болтают но этот текст почти не важен аналог в литературе это одна из самых сильных и страшных повести льва николаевич толстого смерть ивана ильича ван бинь снимал картину несколько месяцев и он фиксирует смерть женщины который 70 лет она умирает у него альцгеймер огромная семья дочь и сын их дети внуки ее ее братья за ней ухаживает какая-то тетушка и то что интересует ван биня при том что огромное количество разговоров вокруг семейных они абсолютно равнодушны и они знают что она умрет они уже давно альцгеймер они что она доживает за ней ухаживает какая-то тетка она уже давно не разговаривать только стоит и смотрит так вот то что интересует весь фильм два с половиной часа ван бинь это лицо госпожи фан он от этого лица не отрывается и там есть скачок во времени мы начинаем маленьким прологом когда она стоит в комнате в комнате никого нет только она и тетушка которая за ней ухаживает ее ровесница где-то по возрасту то что-то ей говорит она молчит и просто смотрит так как-то заинтересованного таких позов знаете как вот животные как птицы так вот ходят в клетке и потом бах скачок там написано это снималось таком-то году а это вот месяц такой-то и ужас который мы видим как изменилось за несколько месяцев лицо этой женщины это просто очень страшно смотреть они спалый рот зубы торчат и вот он больше уже не отрывается от этого лица вообще то есть он чуть-чуть подальше камера стоит когда там начинают загораживать чуть-чуть поближе семья на него не обращает внимание полное вживание режиссера автора в это пространство но он не отрывается от этого лица и несколько суток они обсуждают как-то она умрет они трогают они цинично обсуждают так вот что-то она там это она улыбается там и пытаются ну про они просто сидят как вот эти грифы и ждут как она умрет потому что в китайской традиции там пенсию не платят семья должна заботиться о стариках и надо чтобы присутствовали все включая внуков иначе будет ну не карма какое-то другое китайское понятие все будет разрушено и они вот все сидят как эти грифы как стервятники и ждут ее смерти а он сидит и и смотрит на ее лицо и стервятников его назвать нельзя потому что во первых при всем ужасе который мы видим вот это лицо страшное человека на грани жизни и смерти там появляются какие-то эмоции плюс ее переворачивают как-то с ней коммуницируют в общем совершенно принципиальное произведение которое тоже было представлено и как фильм и как простите произведение видео художника потому что это очень статичная картинка вот это последний по моему фильм который я видел это 2017 год все остальное навьет 2019 годом ничего не помечено есть в семнадцатом же году он снимает фильм 15 часов про который я заранее не не зная ничего знаю что этот фильм идет 15 часов в этом концепции фильма значит потом он снимает в восемнадцатом году картину мертвые души гоголь ни при чем картина основана тоже на мемуарах людей с которыми его познакомил и фэйминь то есть на материале свидетельство на материале культурной революции в китае не видел ее и два фильма счастливая жизнь на свободе и шанхайская молодость про который я ничего не знаю это уже за один год за 18 три фильма один до сих пор помечен как завершенный но то есть еще не вышедший но я думаю возможно сейчас он венеции был я не отследил вот поскольку венеция это фестиваль ван бине вот такой вот большой режиссер который удивительным образом коммуницирует с историей я вам еще раз рекомендую текст андрея васильченко в искусство кино потому что вот эту всю концепцию коммуникации ван бене с большой историей человека один на один с истории я не очень освещал поскольку меня больше интересовала физическая эстетика его фильмов но он очень чувствительный режиссер он как бы если вот события которые обычно интересуют в определенном контексте правозащитников как вот с этими пола он гами с народом с беженцами пола он гами он очень чутко как визуальный антрополог относится к ним например они там несмотря на то что они бегут им нечего есть война приближается он очень жестко фиксирует например то что он мгновенно подмечает их животную предприимчивость вот какая-то такая абсолютно не человеческая предприимчивость любых условиях когда они вокруг себя это живое пространство создают вот он мгновенно это фиксирует и уже вот как бы история в том в той концепции васильченко которая в тексте представлена у него отступает что еще важно важно что один из самых авторитетных в мире журналов о кино британский журнал сайт and sound то есть и звукоизображения сразу буквально на третьем фильме включил ван биня в список ну правда довольно большой список 250 простите режиссер самых важнейших режиссеров двадцатого века есть книга человека по имени энтони фиант или на по-французски он фан антон фан значит который называется искусство в скобках искусство искусство в скобках искусство медленного фильма где есть кусок посвященный ван биню поскольку это англосаксонский термин который чаще все которым чаще всего описывается творчество ван биня но я предпочитаю говорить что он работает вот с материалом плотности фрески он создает плотность фрески и в каждом фильме будь то один герой будь то какое-то этнографическое сообщество и визуально антропологический подход или какая-то многие фигурная композиция на основе разрушающейся марксистской концепции и остатков социализма это все равно он и доводит до плотности фрески эту эстетику вот не уверен что вы сможете смотреть ван биньи потому что я такой крутой могу смотреть а вы не сможете просто ну это требует во первых вооруженности глаза я работаю вооруженным глазом это моя профессия во вторых внутри будет просто терпение физического времени поверьте посмотреть даже разбивать у него так сделано что вот как-то сегодня посмотреть первую серию эти ци юань а завтра вторую не работает вы втягиваетесь какой-то момент и уже дальше включаете одна это надо время или поспать не придется но тем не менее рекомендую 7 фильмов точно рекомендую вот такая история есть вопросы как всегда у матросов нет вопросов значит будем считать что я все раскрыл вот все тогда спасибо следующая лекция через три недели будет посвящена еще одному сумасшедшему режиссеру который ушел из кинематографа и называется лекция белла тар режиссер апокалипсис это венгерский режиссер и мы впервые в это пространство переместимся спасибо